Ехали, а хрень знает куда, на расстройках какие-то. Ищем рынок, не можем найти рынок. Выберу Снёвыски. Дентинайку. У нас тут такой освежняк. О, помогите. Полиция. Жопастая полиция. Может мне тоже погибли? Меня уже не возьмут? Могут взять. Упираться лучше. В смысле? Такой ответ этот. Могут взять. Ну, кран ездит. У меня папа тоже кран. Смотри, кран едет. Местный аттракцион. Разворачивается в смысле. Квартира Юг. Комстрой. Фирма Квартира Санкт-Петербург. По временем, я поставила вариться клубнику. Буду делать компот. Я варю компот, да? Клубника чуть попортилась. Это мне брат передал, да? Да, кстати, ко мне сюда приехал брат двоюродный. Я в Ставрополь. Поэтому передал мне, как видите, вишню, черешню. Это еще столько же. Вот отсюда, наверное, съедать надо. Тоже на компот сварю. Из вишни особенно. Кстати, очень вкусная вишня. Кочубеевская. Может кому-то о чем-то говорить. Ставропольский край, в общем, местная. Но сахара у нас совсем мало. Поэтому сахара у меня только на клубничку. Она даже развалилась. Ну, ничего. В общем, жду, когда закипит. Потом уже только сахар. Можно даже, когда закипит, пусть постоит. Покипит еще минут пять на мелком огне, в общем. И постоит еще минут пять. Сколько, я не знаю, десять. Ну, пять, наверное. Это вытащить вообще клубнику. Скажем так, шумовкой. И потом сахар отдельно уже добавить. Ну, на литр ложки две сахара. Ну, так кто как хочет. Ну, вот. Цветочки пока поливаю. Пойду полью. Тот самый человек, который... Ма. Ма. Сегодня купила целую кучу конвертов. Ну, как целую кучу. Петергоф здесь. Какой-то тоже может с медведем, по-моему. Ай, кто. Все рука отходила. Ну, вот. Марки еще костяклеются. Так. Ну, купила себе шмотки на лето. Одну, значит, сестре. Почему, блин, без этого? У меня такая порвалась розовая. Мне очень понравились они. Остались только две синие. Вот они. Одну себе, одну сестре. Заколку тоже сестре. У меня такая же... Далеко вам лежит. Такая же. Вот моя. Вот. Выбора не было. Раньше был выбор. Это сейчас я зашла в детский. Вот. Который вы видели. Карапустное. Видео. Значит, это мое. Это ее. Так. Себе, значит, я сегодня купила футболки. Это такая футболка. Очень... Ну, толстая. Не пускай будет, я думаю. Здесь какой-то на... Вот какая-то фигня эта наклеена. Стрит-1, что ли. Что ли. Вот. У меня 42-й. Евро 40. Украина 14, что ли. Эф. Или 42, не знаю. Думала между 44-м. Думала 44-ю взять. Ну, выбрала, в общем-то, эту. С меня капать я только с душа невозможно. Жарища. Далее на... Скорее всего, на море. Такая штука. Просто висячая, расклешенная. Это, видите, длиннее зад, перед, короче. Как будто попугай. Даже вне все равно у меня... Заторчит. Ну, вниз. Внизу у меня такой вот... Херня такая. Это на море, в основном. Слишком легкая. Далее. Это Элика у нас уже. Написано, Адидас. Да, действительно, Адидас. С каким-то таким принтом. Сейчас я все это буду стирать. Между прочим, она хорошо пошла бы под костюм. Адидасовский какой-нибудь купить. Такой здесь принт. Это Элика. Вот. Ну, тоже толстовата. Нет, она тонкая, но... Черная все, конечно, будет этот. Эту я вообще не мерила. Ну, просто... Сейчас я ее взяла на Абум. С Элвисом Пресли. Думаю, да ладно, уж возьму. Но она широкая. Думаю, чтобы хорошо было... Как его... Господи, хорошо. Дышалось, чтобы тело, чтобы не придавливало. А наоборот, как парашюты. Чтобы вот так. В общем, у меня теперь Элвис Пресли. Все, пойду стирать. Потому что я очень брызгливая не могу. Забыла самое главное с вами поделиться. Это показать. Я первый раз в своей жизни купила утягивающее белье. Взяла вот такие трусики. Всем понятно, это под платье вечернее. То есть, да, на свадебное. За 1200 рублей я купила. В других местах вообще полторы тысячи. Я выбрала такой фасон. А там есть еще сеточки по бокам. Но мне почему-то больше этот понравился. Блин, только сейчас заметила, что здесь нет этого, липучки. Ну, посмотрим. Представляете, я забыла посмотреть. Напопила специально тоненькая, чтобы не было видно шва. Блин, как же я покупала. Ладно. Цвет бежевый. Белых не было, был бежевый. И этикетку я уже отклеила и выкинула. Но это Корея. Корейские труселя. Если так посмотреть, то... О, как тянется. Тоже стирать буду. Надеюсь, ничего не полиняет. Вот так вот. Следующий компот я варю. Это из вишни, черешни. Тут, мне кажется, еще на один компот просто из вишни может хватить. И еще у меня вот остатки остались. Все, варим. Сахар я уже купила. Все у меня теперь есть. А клубничный мы уже выпили. Че пришел? А? Вам не чела? Вчера варила, значит, с клубничной. Первый раз. Сегодня... Ну вот. Из этих ягод, да, и... В общем... Второй раз я варю компот в своей жизни. Вон, червяк выплыл. Выплыл. Вон, смотрите. Нужно всего достать. Бедняга. Сварили его. Так. Это у нас что? Это у нас... Это я купила тапки в магните. 37 размер. Правда, у меня больше 36, но я решила взять такие. В общем, больше выбора не было. Красивые. С бантиком. С ланцем. На лето на пляж. Брюх. Вот они какие. Красивейшие. Так. Сок. Тонус. Овощная смесь. Морковка, свекла и томат. Пробуем благояр. И картошка у нас тут. Так. Без мяса, без картошки не обойтись. Это у нас магнит семейный. Так. Мужские тапушки. Вот они. Такая фирма. Надеюсь, будет носить. Лапа. Так. Сок, морковь и яблоко. Да. Тоже вкусный. Должен быть. Я взяла себе кисель. Это земляника. От фирмы Fit в парад. На стакан вроде как. Так. Митилярку взяла. Блин. Открыто. А долгий. От Лореаль. Весь на эти макияж. До сухой честной кожи. Правда у меня не сухая. Ну ладно. Посмотрим. Колбаса венская с салями полукопченая. Колбаса 420 грамм. Далее. Шалфей Эвалар. Способствую улучшению состояния горла. Дыхательных путей. 7 без сахара. 20 таблеток. Выглядит дело вот так. Тоже с магнита. Помидоры, огурцы. Потом аскорбинка с железом. Рибиска. Сыр. Российский. По-моему все. Это все что с магнита. У нас. Да. Кажется все. Так. В общем сейчас будем отрезать вот эту херовину. С платьем. Так. Так. Так как свадьба. И я в общем все вот это вот. Зинирит. Что касается зинирита. Все он мне как-то помогал. Помогал. А потом бац. И опять стали вылазить прыщи. Об этом сейчас чуть попозже я расскажу. Сейчас покажу что я купила. Опять что психанула. А мне про золото понятно. Мумио. Таблетки. Которые нужно принимать в принципе внутрь. Либо в крема добавлять. Но. Этот я купила именно в шампунь. Надо будет подавить. И. Вот общая сумма. И. Азиалик. Первый раз покупаю. Это азиалаиновая кислота. Цена вот видите. Это. Приакне и розоцеа. Вроде как. Вообще как новинка что ли. Там недавно появилась. Вот он тюбик. Самый большой взяла. Тридцать грамм. Чего поменьше есть. Потому что. Влазят прыщики. Это вот перед. Месячными конечно же. Блин. Что пойду мазать. Блин. Вот я дура. Ну как. Я совсем забыла что. Я покупала скинорен. Ну конечно. В свою жизнь неоднократно. Скинорен мне не нравился. Но это тот же состав. Это аналог скинорена. Азиалаиновая кислота. Я знаю что. Какой он термоядерный. Сейчас я намазывала лицо. У меня лицо сейчас все щипит. Жжет. Зудит. Ну боже. Такие деньги я вывалила. Ну вот это знаете. Когда приходишь. Быстро быстро. Каждый выходной. мужа. Мы уже. Мы готовимся же к свадьбе. И. Ну. Все этот. Как сказать. Каждая. Минута. Поехать туда. Там. Это же. Пока я платье нашла. Чуть позже тоже все это расскажу. Сейчас мне просто. Зудить лицо невозможно. Господи. Блин. Я бы лучше бы дифирин купила. Очень другое. Потому что я дифирин еще не пробовала. Конечно. Я понимаю. Что она термоядерная. Как Рихим фирма. Но. Блин. Опять же. Скинорен взяла. Зачем. Непонятно. Что зарекала. Что скинорен больше покупать не буду. Очень сильно будет подсушивать сейчас лицо. Мне нужно 3 июля. У нас регистрация. Пятый ресторан. Еще фотосессия. Фотосессия. Когда будет. Пока не знаю. Ничего. Никак не определились еще. То есть. Пока все с тем рестораном. Голова кругом. Надо чтобы все хорошо прошло. Чтобы людям. Было весело. И. Хорошо накормлено. В общем. Сами понимаете. Ой. Блин. Знала бы. Не купила. Зря. Зря. Блин. Расстроена. Купила вот такой контейнер. Наконец-то. Мульти бокс. Пикник. Да. 9 литров. Был еще 7. Но я вот взяла побольше. Повыше. Он классный. Очень удобная штука. Это куда-то ездить. Он так все дело открывается. Все дело вытаскивается. Это. У нас тут. Это я напихала. То что мы покупали. Так. Это у меня по моему вижитерия. Да. Но сначала поделюсь. Сучкой. Которую я приобрела. Тоже ж наконец-то. Это. Это вот такие сережки. Всем известные. Я взяла вот такие. Под жемчуг. Очень классные. Красивые. Муж посмеялся. Думал, что это должно быть впереди. Но можно, конечно, и так носить. В общем. Но все мы знаем, как их нужно носить. Эти штуки стоили 350 рублей. Вот эти. Ужаснулась тоже от цента. О 800. О 1000 с чем-то они есть. Ну вот, в общем, вот такие. Классные. Это мои первые на самом деле. Потому что вот я просто где вот я ходила. Нигде таких я не замечала. Потому что просто я не замечала. И тут, конечно же, целенаправленно я стала искать платье и бижутерию. И тут я увидела целую кучу различных цветов в отделе бижутерии. И хорошей бижутерии на самом деле. И вот. Вот. Не смогла пройти мимо. Сейчас покажу, что я купила в платье. Тут у меня правда все. Я вчера мерила. Вот. Она как бы все перевернулась. Поэтому не пугать. Все было красиво уложено. Но я... Вот. Оно у меня попадало все. В общем. Такое тоже взяла под жемчуг. Может будет потом, после вечера, это же не так носить. Кстати. Видите, как-то все очень подходит. Так что... Здесь вот такие сережки. Красивые. Вот такая... Такое колье. Это браслет перевернут аналогично. И тут где-то кольцо было. Вывалилось, походу. А, вот оно кольцо. Вот. Вот. Вот оно. Очень красиво. Эта штука стоит 2100 рублей. Я купила. Блин. Ну, очень классная. Очень качественная. В принципе, я рада. Вот. Вот. Вот такая. Далее. Это все у нас в бижутерии. Вот. Это все на вечер. Так. Здесь у нас, кажется, бокалы. Да. Вот они у нас, бокалы. Подарочный набор. Все это было закрыто скотчем. Я вчера открывала. Сделано в России. Хрусталь. Стекло. Вот. Вот такие, значит, примочки обязательные. Конечно же, я не смогла от них отказаться. Я их и хотела. Очень долго выбирала бокалы. Все никак не могла выбрать. Слишком много выбора для меня. Стой. И выбрали нейтральный, без голубей, без лебедей, без человечков. Вот просто цветочки выбрали. И вот такой вот оттенок ближе к такому чайному, кофейному. Совет да любовь написано. Вот. Вот такие вот. И все это дело. Вот это вот крепится. Вот сюда. Вообще, куда хотите, она может крепиться. Но в данном нашем случае вот сюда будем крепить. Может быть, на фотках вы потом увидите. Красиво, мне кажется, будет смотреться. Ну вот второй. Сейчас мы его наденем. Еще какая-то крапинка. А, это блестки. Вот здесь просто видно, что тут, блин, все падает. Далее одежда на бокалы. Ой, одежда на... Как их зовут? На бутылке со спиртным. Ну, на шампанское, наверное. Вот она, девочка. Платье Фата. Вот с такой штукой. Невеста. Это у нас жених. Вот. Вот это стоило 450 рублей. Ну, как-то он дороговато, я считаю. Ну, просто, на самом деле, было дешевле. Дешевле я видела в другой части города. Неделю назад мы ездили. А вчера уже просто нужно было покупать, потому что поджимает время. И поэтому мы и купили. Уже независимо. Ну, в свадебном, да, там, в салоне. Где и покупали эти бокалы. Всякие визитки, кучу визитов давали. Не знаю, взяла вот такую штуку. Я не хотела делать прическу на вечер в ресторане. Я думала, просто накручусь. У меня, в принципе, очень долго держится. Лак термоядерный. То есть, сильная фиксация. Плойка хорошая, вы ее знаете. И она хорошо накручивает. И на следующий день я могу лечь спать. У меня еще будет накручено все. Но мне сказала мама мужа, давай, давай. Надо делать свадебную прическу. Ну, я так пока взяла. Не знаю еще, будет ее использовать или нет. Потому что на мои три волосинки, что еще можно сделать, кроме как мне вот эту прическу. Взяла на всякий случай. Хайрая Рогами какой-то. Так, мой лифчик. Лифчик под белое платье. Вот оно у меня. Показываю. Вот. Просто белый. Постоянно ищу тоненькое. Более-менее, я вообще люблю намного еще тоньше. Это все равно вот еще, будь здоров. Мне бы чашечки, мне бы еще потоньше. Но почему-то они такие не делают. Прямо стоять здесь кружево красивое. Вот. Вот такая висючка. Вот 850 рублей лифчик. Без трусиков. Вот. Но это мне под платье просто надо было, потому что платье шифоновое. Дело закрывается. Классная штука, удобная. Опа. Вот. Кстати, тоже я возьму в ресторан. Что-то, может быть, забрать из еды. Вот такие взяли еще одноразовые. Это если останется кушать, да, в ресторане. Кому-то что-то отдать с собой из гостей. Торт, еда, да, там. Либо себе забрать, не знаю, как будет. Ну, в общем, взяли вот целую кучу. Думаю, хватит. Это тоже сюда. В ресторан одноразовые эти. Ну, как салаты продают на вес, когда. Так, пакеты от обуви. Муж купил, значит, себе вот такую обувь. Это у нас что? То ли Турция, то ли Польша. Не помню. Это чистая кожа. Стоили они 5600, вот эти туфли. Ну, потому что чистая кожа, она и чувствуется. Обалденно. Мне как бы не очень. Но ему, в общем, на самом деле, гланшопом было удобно. Потому что у него, в общем, есть проблема там. Не вся обувь подходит. Ну, что у него подъем, что ли, большой. Высокий, там, толстый, я не знаю, кость широкая. Вот. Это его свадебный. Что тебе надо тут? Сейчас пойдем мои покажем. Посмотрите, какая у меня маленькая коробочка. Популяр фэшн. Пипец. Первый раз в жизни я купила себе обувь 33-го размера. Это Турция, тоже кожа. И вообще я ношу 35-35,5. Ну, 36 бывает. В общем, как китайцы там сошьют. Купила я себе вот такие босоножки, значит. Очень удобные. Очень классные. Очень устойчивый каблучок. Обалденный. Вот. Не знаю, видно, нет то, что здесь написано 33. Просто не этого яйца. Вот. Примерно как-то видно, надеюсь, вам 33. Вот. Так что вот у меня такие будут, как у Золушки. Тоже чистая кожа. Это радует на лето особенно. Ну, что. Вот я этого, как сказать, растолома остолчила. Мумио. Мумио. Активированный уголь. Похоже. Жалко, что у нас блендера у меня нет. Было бы удобнее. Ну, ладно. Шампунь, который я забросила, не тянется рукопользоваться. Просто вот этот большой объем. Сейчас вот это все сюда нужно было. Сейчас мы это и сделаем. И почернеет шампунь. И я уже буду с удовольствием пользоваться. Знаю, что хоть как-то будет лечить мою брюс. Кожу головы там. На волосы не знаю как. Вот что у нас получается. Видите, все потемнело. Вот. Там кусок плавает. Сбалтываю, сбалтываю. Всем советую этот рецепт. Много ума не надо. А что моетесь и моетесь. Вот. Поставила на свое место корона. Очень удобно дозатор у этого шампуня нажимать. Все. Будем пользоваться. Можно купить еще даже. Хотя я, наверное, не буду. Зато пускай будет такая мощная концентрация. Ну, вот что вот отсюда. Вот. И... Соответственно, я еще хотела сказать, что можно купить еще чистую линию. Тут же березовую. Идолить как бы. Но я, наверное, это делать не буду. Да пользую, да пользую. Будет лучше. Не знаю, что сейчас будет отседать. Вот оно отседает. Еще черное. Вот. Ладно. Буду отдыхать перед использованием. Не, нельзя скушать. Как называется, да, Брюс? Корма у вас нет, животные, но у тебя что-то. Опять, что у нас варить? Компот, потому что нужно ее куда-то девать. Давайте. Размер МК. Маден Турция. Так. Отрезала, значит, я при вас. Вот она, эту фигню, потому что я купила бижутерию. Вот. Вам что-то не видно вроде как, да? Ничего. При покупке, в конце, когда продавщица взяла и засрала мне рукав с губной помадой, вот. У мужа тоже мы покупали последнюю, хлопок, рубашкой. Где-то должно быть тоже пятно. Я же вот думаю, как же стирать? Еще мне надо постирать лифчик. Потому что внешнее белье, трусики, я постирала. Где-то здесь было пятно. Но, сейчас я его найду. Тоже Турция. Так. Мазаро написано. Фирма Омка. Где-то было пятнышко. А, вот оно. Ну, в принципе, так сразу никто не заметит. Значит, карандаш от Фаберлик. Пятновыводитель. Универсальный. Приобрела для этого дела. Но... Я все-таки думаю наручную стирку поставить в стиралку. Здесь написано, что нужно кислород содержащий бельеватель. Что нужно... Там еще у них появились, оказывается, какие-то салфетки. Сразу же вот в ресторане их нужно ими вытирать пятно. И, в общем, мега-мега. Намочить теплой водой загрязненный участок. Нанести средство на пятно. Слегка потерять до образования белой пены. Подержать 15 минут. Предварительно проверить на незаметном месте. При использовании карандаш потерять сухую тканью. В общем, мега-мега-мега мне позвонили с больницей невролог. Сказал прийти за талончиком и завтра пойти рентген сделать. Вот как. Надо ногти, когти постричь. Я же, конечно... Так, это мне сейчас к чаю сосиска в тесте. Зашла в магнит, естественно. Купила коту виска с вкусной подушечки с надежной... Надежной паштетом говядина-мега на кролик. Сейчас попробую. Так, майонез с шоколадкой. С фундуком и изюмом. И колбаса. Астория. Никогда такую не пробовали. Далее. Так, грудинка. Это, правда, не в магните. Это вкусной. Потом селёдка. Филе кусочки в масле с укропом атлантическое. Так. Потом салфетки сто штук. Чай краснодарский. Очень вкусный. Я пробовала в гостях вот недавно. И фрисказ. Фрисказ. Фрисказ, фрисказ. И жарится у меня. Я купила эти чебуреки с мясом. Вот я их положила пока сюда. Повлететься получится. Попритёрнуть вообще надо. Сейчас буду давать. Надо чай налить. Пишу поделиться ещё одним приобретением. Покупкой. Взяла вот такую кофту. Я её видела в магазине. Она мне почему-то снилась. Такая рваная, дырявая. Да? Материал не скажу. Не пойму почему она мне снится и снится. Я её не мерила в магазине вчера. В общем блёски ещё какие-то на ней. Ну это естественно распродажа. Маленький рукав такой. Три четверти или как он называется. В общем это на лето. Одевать её. Может кто-то конечно и на лифчик носит. Но я её бы носила с кофтой. Правда на мне сейчас кофты всё видно. Обтягивает здесь жир. Мне поправилось так до невозможности. В общем она мне снится. И я думаю что я так себя мучаю. Пойду я её возьму. Что она мне снится. Пускай будет. Пускай лежит. Такой ярко-оранжевый цвет в розовину. Наконец-то я себе купила тапки. Я рада что я родилась в то время где мода соответствует моим желаниям. Мне очень нравятся эти тапочки. Которые сейчас по моде. Это 36 размер. 36 размер которые в том магазине были. А они мне все большие. Эти же на лезве. Потому что все остальные были вот до Сюдова. А эти не выпадают. Потому что они высокие. Высокий подъём. Или как он там называется. Классные вообще. Вот. Сейчас же я их одеваю. Иду. Иду сейчас я в больницу. Рентген сделать. Грудной. Грудного отдела позвоночника. Вот как это все дело выглядит. Настолько удобно. Настолько классно. Я просто не знаю. Вот. Вот такой у нас бардак. Бардак у людей. Которых. Всем привет. Скоро свадьба. Бардак бардачелла. Тут штатив стоит. Видите. Он просто. Я извиняюсь за такой бардак. Но. Такой мандраж. Передим рестораном. Хочется чтобы все прошло на отлично. В общем. Такая у меня новая обувь. Классно себя чувствую. И немножко конечно вот свободно. Но это ладно. Главное что не вылазить сильно. Пятка. Всем, например, женщинам. Советую. В возрасте. Они очень удобные. И тем более сейчас они очень модные. И так же советую. Беременным. И уже родившим мамочкам. Сейчас я жду брата. Не знаю дождусь или нет. Потому что у меня на 12.30 про рентген. А уже пол двенадцатого. И в двенадцатом я должна выехать. Вот на вот этой остановке. Вот. Все строятся домики. Мне брат. Брат приехал с Актау с женой. Недавно. Буквально месяц назад. И постоянно меня сейчас подкармливает. С этими вишнями. Клубниками. Которые увидели. Я как бы варю компот. Сейчас он должен мне тоже малину привезти. Как приятно, когда ты не один в этом городе. Брат двоюродный. С папы на стороны. Вот. Специально развернула камеру на себя. Сижу вот здесь. На лоджии. Пью чай зеленый. И вот в такой пухте. Решила так примерно поболтать с вами. Значит. Что сейчас я расскажу. Потому что понятно. Это же видеовлог. А у меня сейчас времени нету. И вообще ближайшим временем не будет времени. Потому что мы уезжаем в отпуск. И вот эти все сборы. А потом в отпуске тоже не наговоришь с толком. Сейчас я скину отзыв о... Так. Как мне тут взять? Мне тут сообщение просто написали. Не знаю. Сейчас я скину отзыв о... Не скину, а расскажу вам отзыв о лактофильтру. Лактофильтру. Я принимала. Значит. И зинирит. Аналогично. Вместе. Зинирит это эритромицин плюс цинк. Хороший препарат считается. Но. Сразу он мне помог. Сразу лицо очистил. Лактофильтру. Никаких побочек не было. И по типу запоров и диареи у меня не было. У меня я сама по себе запорная. То есть я как типичная женщина отношу. У меня бывают запоры. Это больше у женщин, чем у мужчин. Копоры бывают. То есть я к ним отношусь. То есть независимо от того, что я стала принимать лактофильтру. Ничего не случилось. Таблетки большие. По две таблетки. Три раза в день. Это. Ну довольно таки. Они большие. Еще нужно одну, вторую выпить. То есть. Ну не многие. Не все же любят этот. Большие. Многие даже глотать их не могут. Но их в общем можно будет разломать. Кто из них там помог на первой, я не знаю. Ну мне как сказала гинеколог, что если они не помогут, то значит это не от кишечника. Ну в общем-то я таки подозревала, что это не от кишечника. Потому что если это гормональное, либо просто само по себе нарушение. Сальное, да. То есть. И я сделал свое дело, но они тем не менее опять стали вылазить. То есть они как бы все равно есть. Это у меня веснушки, вы не путайте. Я вся конопатая. Вот посмотрите. Вот. И комедоны, да. Те, которые потом вылазят. Вот сейчас я купила новое с Хенарена. Вот это зелик. Он термоядерный, очень сильно жжет. По сути он должен убирать эти комедоны. У меня свадьба третьего. Июля мы расписываемся. А пятого июля у нас ресторан. Потому что четвертая была занята. Мы схватились очень поздно. Я не хотела. Нет. Не то, чтобы я не хотела. Ну, мое желание учитывалось мужем моим. Моя смысл сказать гражданским, да. То есть сейчас скажете, ага. Теперь понятно, почему у меня не было кольца на руке. Да. На пальце. Почему я остановилась? Я остановилась на том, что пятого у нас ресторан. Мы хотели четвертого. Можно было третьего. Третьего как-то не очень хочется. То есть. Не. Ну, можно было и третьего. В общем, третьего было занято то место, в котором мы в банкет-холл. У нас людей немного будет. Всего тридцать человек. Потому что это основа будет сторона мужа. Мои родители в Калининграде. И мне недавно приехали сюда брат. Поэтому будет брат. Я уже все это рассказывала. Ростников в Кисловодске не будет моих с моей стороны. И поэтому подружки то там, то здесь это. Мы все это, я поздно сказала. А они естественно уже на июле не уезжают. Действительно уезжают только куда. Уезжают в Сочи. Здесь рядом Черное море. То есть на Черное море. Уезжают в Москву. Кто-то уезжает в Питер. Кто-то уезжает вообще за границу. А и так у меня есть пометие. Что просто таких-то знакомых. Хоть с чем я называть не собираюсь. Пускай мужку зовет своих лучших друзей. С женами. У кого есть жены. У кого нет. У меня. с волосами. Я не знаю что с ними делать. Мама. На улице играет такая-то Кристина. И две песни как на войне. Мама. Мужа сказал что бы с ней красилась. Я говорю. Не могу. У меня фобия. Я должна краситься. Я на чуханку похожа. Ну посмотрите это. Подцепки. И все это более-менее подходит под мой цвет волос. Я знала что будут вопросы по поводу, что мы были не расписаны. Я должна рассказать чтобы не было вопросов. Я не местная с Тавропой. Я с Калининграда. Приехала сюда доучиваться. Когда мы уехали с Актау. Изначально я с Актау. Родители были в Актау. Я уехала очень сюда. У меня бабушка в Тесоводск. Но долго-то вообще никакого. Что у нас есть. На тот момент лучше бы я поехала либо в Краснодар или в Ростов. То есть я уже пожалела. Ну как пожалела. Теперь-то я не жалею. Потому что я нашла, блин, вроде как своего человека. Хотя мы очень часто ругаемся. Но мне говорят, что ругаются многие. Вот. Это нормально. Но мы потом уже миримся. И сейчас уже это не имеет значения. Но еще раньше может быть. Сядь, стремимся. Урасная ресница. Кстати у меня. Если вы не заметили. Вот эта бровь постоянно поднимается. Постоянно она поднимается. Это. Такая стоячая. Когда мы делали татуаж в брови. Мастер тоже заметила, что она постоянно у меня приподнимается. Видите, она выше. Постоянно я такая как будто удивляюсь. Я приехала сюда учиться. Доучиваться. Просто вообще как бы к своим друзьям, которых я... Ну там уже другая история есть. Вам будет интереснее. Я как-нибудь расскажу свою историю. Пятилетней хотя бы жизни какой-нибудь. Там я не знаю. В общем я сюда приехала. В общем я сюда приехала. Что-то я приехала сюда. Снимала квартиру. И там ну еще подрабатывала. В общем. И естественно мне предложил жить вместе. В тот момент еще мой парень. Который знаю. Вот. И поэтому я была на тот момент против гражданского брака. Всегда была против. Меня воспитывали не так. У меня папа наполнил кавказской национальности. Я воспитывалась строго. И я была против гражданского брака. Но мне мой муж. Он сейчас первый муж тогда. Он мне очень сильно помогал. Так помогал. Вот эти все переезды. Всякая ерунда. То есть я уже второй раз приехала в Ставрополь. От родителей уехала. Тут мне стали сдавать нервы. И я психовать начинала. И говорю, ну что пойду домой в Калининград. К родителям. Он меня не отпускал. Все число помогал. Помогал. Ухаживал даже за мной. Да. Если ругались, то извинялся. Приходил с цветами. Там что-то мне на колени. То есть ну. То есть видно было, что человек очень заинтересован во мне. И когда я. В тот момент, когда я осталась без работы. А человеку без образования. И какого-то там большого опыта. Тяжело найти работу. То есть сразу ты ее не найдешь. А квартиру нужно платить. Каждый месяц. Нужно еще кушать. На институт и прочее. А у моих родителей сейчас такая тяжелая ситуация. Финансовая. Очень тяжелая. И мне просто пристали помогать родители. И папа мне сказал, что я должна буду уехать. И если ты справляешься, то ты работаешь. Саму по себе я все равно не справилась. Даже если я буду получать 15 тысяч в месяц. В России. Здесь. Для меня это все равно будет тяжело. Тяжко. То есть. Получается, что я буду. Ну. Как-то. В общем как-то не то. И получается, что человек мне помогал. Он сказал, что я тебе куда. Я сказал, что я на 15 тысяч рублей не вытянул. Ни на 20. И я сказала, что я уеду. Он меня не отпускал. И предложил жить с ним. Я стала с ним жить. Какое-то время я это скрывала. Потом перестала это скрывать. Потом. Естественно. Прошло полгода. Прошел год. Он должен был жениться. То есть. Но не получилось. Как-то. Я не помню сейчас что. Почему. И что я хочу сказать. Вот я была против гражданского брака. Что я хочу сказать. Обязательно пожну. Теперь я поменяла свое мнение. Жить в гражданском браке нельзя долго. То есть. Три. Это не фу. Это пять лет. Не три года. Это пять лет. Нельзя долго жить в гражданском браке. Я считаю, что полгода любые молодые должны пожить. Теперь я поменяла свое мнение. Теперь своих детей я буду обязательно. Не просто женить. Обязательно. Я буду заставлять их жить на съемной квартире. То есть. Я буду заставлять их пожить вместе. потому что бытовуха это такая штука, через что мы прошли, это притирка, мы там разные люди совершенно, вот это, человек привык жить один, я привыкла там в своем порядку, сами знаете, как живут мужчины, настолько, что человек мог просто тупо срываться, садиться за компьютер, вообще со мной, как будто меня здесь нет, понимаете, человек привык жить один, вот. Через все это нужно проходить, через все эти грязные носки, через плохо готовлющую женщину поначалу, я вообще не готовила никогда, я никогда не мыла посуду, я когда-то мыла посуду, но я не регулярно мыла посуду в отчим доме, мама всегда этим занималась. Обязательно теперь дети, ваши дети должны пожить, прям снимайте, не тратьте деньги на эти свадьбы, у меня столько знакомых, все знакомые, друзей, которые развелись, они потратили по 300 тысяч на эти свадьбы, они потратили родителей на поездки их путешествия, понимаете, кто-то больше потратил на дорогие рестораны, все эти димузины, я сижу и думаю, боже, боже, боже мой, кто-то же влазит в долги. И тут я поняла, что нужно было, что это все было не зря, как я там переживала, там папа сказать, то есть все, что я живу с ним вместе. Потом это сказала, потом все это нормально, как бы мы это прошли, мама с ним поговорила, то есть все время такое, каждый выживает и может, и пускай, может быть, и не поженятся. И теперь я понимаю, что все это нормально. Вопрос в другом, с каким человеком вы живете, какой человек вам попался. Каждый обжечься может, совершенно каждый. Поэтому на вопрос, который, я знаю, вы не зададите, многие уже задали, куда я пропала, и мы видели картинки эти в соцсетях, ВКонтакте, да, в общественности. Да, мы расписываемся, да, мы были нерасписаны, и поэтому он сам решил. Естественно, я его в влогах называла мужем, потому что мы живем больше двух лет, по-моему. А, нет, мы живем... Два года бы было в сентябре совместной жизни, или меньше. Короче, два года еще нет. Последние полгода просто не понимали... Мы не хотели с ним никакого ресторана, и просто... И, то есть, сначала я как-то ворчала-ворчала, что почему-то мы не расписываемся. Потом, последние полгода даже больше, он говорил, мы пойдем подавать заявление, мы пойдем подавать заявление. И просто я никак не могла дойти до этого ЗАГСа. Все. Абсолютно. То есть, мы, может, было уже полгода назад все это сделала, даже осенью, да, осенью 14-го года. Ну, я... Да, в сентябре я приехала, и я хотела в сентябре расписаться, а потом что-то я тут проходила мимо ЗАГСа, вот, не помню, какой месяц, в апреле или май этого года. И зашла в ЗАГС, все узнала, и загорелась, и пошла... Пошли заплатить пошлину, и подали осень на июль. Вот. Как-то так. Как-то так, дорогие мои. То есть, я против долгого совместного проживания в гражданском правке, а пожить это значит нам надо. Все это ерунда. Все это ерунда. И только когда... Я даже согласна с тем, когда девушки говорят, что иногда бывает даже несовместимость в интимном плане, в сексе. Такое тоже бывает. Раньше я этого не понимала, сейчас я это понимаю. Ну, то есть, я не говорю, что у меня с этим проблемы, проблем у нас никаких нет. Но с подружками общаешься, бывают и какие проблемы. Девочки, которых выдавали замуж, это в основном мусульманки, которые выходили. Рассказываю всякие истории, что... Ну, вы меня понимаете, что там и маленькие бывают. И вообще... Вот в чем минус. Ну, в общем-то, плюс в том, что эти мужчины хоть как-то вышли, заженились. Так. Вот я, в общем, вроде как все рассказала. Сейчас вспомню, я еще чуть-чуть расскажу. Что он хотел сказать. Да, я просто хотела рассказать. Я должна была рассказать. Ну, мне как-то перед своими вами друзьями по блогерству, по ютюбу. Я считаю, что я не люблю называть своих подписчиков подписчиками. Я вас всегда называю друзьями. Потому что я считаю, что просто так человек не подпишется. Подписывается только на то, на ютюбе там, где тебе интересен. Вот, а если вы подписались, вам интересно, значит, машинально вы уже просто становитесь моими друзьями. Потому что, тем более, у меня в основном вложенный канал. А не какой-то там покупка этого. Нет, я, конечно, это снимаю, но как-то... Ай! В общем, ладно. Мне сейчас идти в институт вечером к 4 часам. Я пока выключаюсь. Потом включусь с вами еще раз. Пока.